Сегодня в Комитете общественных организаций многолюдно, как никогда. Повод – визит на территорию специалистов из общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. За одним столом собрались представители здравоохранения, Министерство энергетики ЖКХ, юрист, местные депутаты и руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Свердловской области Анатолий Сухов. ЖКХ, вот уже много лет подряд, у нас, конечно, вопрос о ЖКХ. У нас был период, когда был период закона ветерана Свердловской области, был вал ветеранов, но потом разобрались в положении, в порядке, то есть это вал не стало. Потом по ЖКХ было просто очень много. Мы круглые столы проводили, мы создали на основании эту методичку, то есть права и обязанности той и другой стороны. Потом на основании этого было рассмотрено уже на федеральном уровне изменен закон. У нас же один период был, управляющие компании были вообще неконтроля. То есть закон был, поменяли. Сейчас контроль осуществляется, полномочия такие есть у Влада. То есть ситуация несколько изменилась, хотя там вопросов еще очень много. Еще один актуальный вопрос, к которому обращаются граждане в общественную приемную, это переселение из ветхого и аварийного жилья. В нашем же городе лидирующие позиции держат вопросы, связанные с жилищно-коммунальным комплексом. Людмила Копытова узнала о работе общественной приемной Дмитрия Медведева случайно, но по ее признанию, визит к специалисту в сфере ЖКХ оказался для нее очень полезным. Первый вопрос меня интересовал, является ли наша коммунальная компания ОАО ПКК ресурсоснабжающей. Потому что мы установили в сентябре, в августе установили общедомовые приборы учета и по расчетам, как бы они считают нам как ресурсоснабжающий организатор. Скидка у нас есть, но нас в принципе интересует, является ли она, имеет ли она право на воду. И второй вопрос, значит, раз у нас счетчики установили отопления, мы снимаем показания, имеем ли мы право на перерасчет в конце отопительного сезона, в мае 2015 года. Кроме вопроса относительно Полевской коммунальной компании, председатель Совета многоквартирного дома задала вопрос и по формированию фонда капитального ремонта дома. По ее мнению, для этих целей нужна отдельная квитанция, ну или отдельный расчетный счет, указанный в существующих квитанциях. Провали Людмила Васильевна покажет время. Вопрос поставлен на контроль. Ответ обещали прислать по почте. У нас идет жесткая контроль, жесткая регистрация на карточках. Вот мы сегодня все обращения забиваем в базу данных. И все эти обращения попадают на центральный сайт приемной специальной партии в Москве. И на каждой есть лужок. И вот срок, когда подходит, значит, да, если вовремя мы не решили вопрос или не ответили, он становится красным. Поэтому система достаточно такая, она проверенная и эффективная, я должен сказать. А это еще одна пожилая полевчанка, которая спешит к Игорю Рудун, главному специалисту отдела топливно-энергетического комплекса Министерства ЖКХ. Ее волнует правильность на исчисление счетов за коммунальные услуги. Специалист поясняет, что для более точных расчетов, которые и приведут к экономии денежных средств, бабушке необходимо установить приборы учета. В последнее время введены законодателям ряд изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по формированию фондов, капитального ремонта жилых помещений, многоквартирных домов. И, как правило, сегодня люди не понимают многие нюансы, которые связаны с формированием фондов. Можно на личном счете это формировать, можно деньги отдавать в общий котел оригинальному оператору. И это все делается во взаимодействии с управляющими организациями, на которых накоплен определенный груз недовольства. Поэтому люди, как правило, обращаются с этими вопросами. Стандартные вопросы абсолютно, в данном случае, ничем не отличающиеся. Подобная форма работы с населением – это прежде всего диалог власти и народа. Чиновники узнают, что волнует жителей области и конкретно города. Так называемые срезы впоследствии формируются в областные и федеральные программы. Я уже на основании прямой связи с населением, то есть мы формируем уже политику, позицию фракции «Единая Россия», чтобы максимально положительно решить вопросы и снять то напряженность, где она появляется. То есть мы придем на переживание. Олег Егоров, председатель Думы Полевского городского округа, пользуясь случаем, сегодня обращается к Анатолию Сухову с просьбой помочь городу в строительстве пристроя для школы номер 14. Решить эту проблему городу самостоятельно нет возможности. Городской бюджет не может потянуть таких масштабных расходов. Именно для решения вопросов федерального уровня и существует общественная приемная председателя правительства. Сложности вопросов бывают в том, что не всегда получается, может быть, в рамках компетенции муниципальных властей что-то решить. То есть, может быть, это надо подключаться через областные какие-то структуры, либо какие-то, может быть, более подробные, более четкие пояснения через юристов, например, через специалистов здравоохранения ЖКХ, так скажем, напрямую, из первоисточников, из тех специалистов, которые работают в министерствах, объяснять и доводить то, что происходит у нас в сфере ЖКХ здравоохранения, либо отвечать сразу же на прямые вопросы, которые задают граждане. Вот идея-то такая. Для местных властей это тоже помощь. Муниципальная власть порой просто не самостоятельна в решении некоторых проблем. А здесь все вместе они находят пути решения. В результате граждане, обратившиеся за помощью, уходят довольны. Муниципальная власть не все проблемы может решить и не является полномочным исполнителем многих вопросов. Поэтому замечательно, что такая работа проводится и со стороны общественной приемной, потому что граждане могут обратиться по самым разным вопросам. Вот актуально уже Анатолий Петрович назвал. Там, где возможна помощь и региональных властей, и федеральных властей для того, чтобы определить какую-то, может быть, тенденцию и определить основные направления проблемные, по которым нужно работать. За три часа работы общественная приемная приняла более 40 жителей нашего города. Гости заверили, что ни один вопрос не останется без ответа. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости Полевского.